привет всем сегодня как вы видите у нас игра варфейс я не заходил в эту игру достаточно долго сейчас решил зайти поиграть в этой игре существует такой режим как рейтинговые матчи так как паблики варфейс я считаю стали совсем скучными пве контент разработчики убили своей сложностью и долготой прохождения то есть пве миссии теперь длятся там час а то и больше заставить себя играть такое время я не могу и но это очень скучно поэтому остались рейтинговые матчи этот режим тоже разработчики пытаются всячески видимо убить потому что изменяют его как только могут варят какие-то новые правила он изменился он не стал таким какой он был изначально сейчас уже какая-то там третья что ли версия недавно не было точно не знаю поможет третья версия рейтинговых матчей их тоже почему-то усложняют но я еще по-прежнему захожу и поигрываю в рейтинговые матчи это остался по моему единственный режим который все таки еще интересно играть ну и вот нам достается карта пирамиды карта достаточно свежая по моему даже последняя добавленная в режим подрыв но утверждать не буду мы по моему последний обычно здесь идут все на точку 1 поэтому я тоже занимаю точку один всегда отсюда уже будем отталкиваться так снайпер ну вот прошла информация что это два но это ложная информация на самом деле люди не узнав кричат сейчас что это два но на самом деле это не два это видно же и по греном и по засветам это один чекаем вверх нафиг и вот видите человек повелся и прыгнул на два но там нет никого уже видим там никого нету люди начинают бомбить все последний тут проблема этой игры что люди очень много бомбят в чат причем это вот проблема вот этой игры именно игры именно варфейса здесь люди очень агрессивные но мы опять идем на единицу не думаю что они придут час сюда опять давайте посмотрим на это придут не придут вот теперь похоже два я чекаю вверх и занимаю наш естественно вверх винтовочка у меня так себе на самом деле но у меня нет доната поэтому мне приходится играть с этой она мне выпала за короны и в общем то больше меня нет ничего я играю с ней так не попал не попал добивать-то надо в один вот я не посмотрел кстати в киллбар мне показалось что наверху еще один есть надо чаще смотреть в менюшке кто еще остался кто не остался значит так я например теряюсь когда не знаю сколько и остается начинаю теряться вот как сейчас я думал наверху еще один если никого не было здесь можно попробовать сделать вот так вот и если кто-то там подсаживается то можно поймать на подсадке но это очень на самом деле рискованно если снайперу сюда пришел то можно отхватить опа ну вот например да то есть теперь зато мы знаем где где они это опять единица будем пробовать их здесь поджать пока наш еще не подтянулись а судя по всему никто не собирается подтягиваться будем держать их здесь так один есть тут еще один я его слышу он топает вот он опа вот этого я не ожидал ну это вот наглядная демонстрация того как слишком мимбов здесь класс снайпер ну ладно наши тиммейты по моему знают ситуацию понимают они остаются два одного ситуации по моему они владеют есть информация где находится снайпер им бы вместе действовать но к сожалению это рандомная тима здесь нет людей которые играют вместе но естественно никакой слаженной игре здесь речи в принципе быть не может редкий случай когда собирается компания рандомная и начинают понимать игру друг друга но это очень редко но бывает такая команда сформировывается который просто приятно поиграть но это редкость это редкость и здесь как видите то они не понимают ситуации на данный момент остается один и он выслушивает выслушивает из хорошо слышно что он топает и вот пожалуйста опять наглядная имбовость снайпера видите у штурмовика нету даже возможности стрельнуть он просто не успевает ну и тем временем смена сторон теперь мы в атаке ну как я уже вначале говорил да все почему-то сначала бегут на единицу не знаю почему но все бегут сюда я обычно покидываю гренку вот так вот и выхожу на подкате потому что почему-то снайпер противника сюда выходит быстрее чем я не знаю если не в подкате входишь обязательно тебя здесь вынесут вот как раз была демонстрация того что не только меня бесят снайпера в этой игре и тут казалось бы да бесят снайпера и сам снайпером играешь нет болтовки у меня есть альпина avm и еще какая-то новогодняя болтовка но они абсолютно не актуальны в варфейсе они очень слабые поэтому с ними играть но это боль полнейшая и вот тем не менее мы опять проигрываем да не затащит не затащит этот наш медик ну ладно продолжаем опять конечно же мы в нападении никто не предлагает не идти ни на один ни на два то есть в результате бежим как всегда на один нет никто не берет бомбу вот кстати еще одна проблема того что несыгранная компания никто даже бомб видите не берет ну да бог с ним решили идти на два значит на два видим снайпера пробуем глушить его греной вот он вот он есть там еще есть там есть еще вот он а вот этот снайпер то не был так троих забираем а вот откуда этот взялся я ведь четко видел что карман держит человек вот он стоит перестреливается с ним вот он он держит карман куда он делся там блин в какой момент он оттуда исчез я что-то не понял от этого вот что называется невнимательность его убили оказывается вообще на самом деле невнимательность это как раз таки моё я очень невнимательный человек на самом деле ладно у нас остаются еще бойцы будем надеяться на них есть снайпер против медика вот вот это сейчас будет дуэль посмотрим информация у него есть у нашего снайпера он знает где примерно находится медик он видимо убежал да ведь медик видимо убежал на зелени их слышно на зелени дуэль снайперов наш снайпер к сожалению проиграл и так мы проигрываем опять мы в нападении по моему это последний наш раунд нападение сейчас будет смена сторон бомбу опять никто не берет тут проблема рандомных комнат я отвлекся на бомбу поэтому сейчас увидим да меня уже ждут видите если отвлекаешься хоть на секунду тебя обязательно перейдят этого я опять-таки не ожидал ну ладно у нас остается один один медик будем на него надеяться ствол статью не самый лучший ну тут есть понимание что они все на единице в принципе и четко слышно шаги есть забрал а вот тут не повезло так еще один раунд слит но теперь наша очередь защищаться я как всегда побегу на свою стандартную позицию но и вот тут уже есть понимание что они пришли на единицу то есть еще раз чекаю и наверное надо их обходить пытаюсь пройти через их верх как видите наши уже откисают потихоньку еще один откис нас осталось двое поможет ли мне обойти их пока неизвестно сейчас посмотрим и да я замечаю здесь снайпера убираю его добавляю грену и вуаля грена сработала к сожалению дальше у меня нет понимания где находится еще один противник я продолжаю чекать и наш тиммейт забирает его последнего противника следующий раунд начинается раунд и я пытаюсь сменить тактику противник несколько раз неудачно заходил на единицу поэтому ну логично предположить что они придут на двойку я не люблю двойку потому что она прокидывается очень сильно прокидывается гренами в отличие от единицы ну и вот результат я не умею воевать и защищать двойку вот так и получилось наш откисает мы остаемся в меньшинстве плюс ко всему у нас один поменял на класс седом нас осталось двое против четверых и это печально но еще одного забирает медик сет по-прежнему топчется метр резает меня как раз в нужный момент я подбираю двоих и последнего забирает наш сет все отжали один раунд вы начинается следующий раунд логично предположить что на двойку они больше не пойдут поэтому я бегу опять на свою стандартную позицию но в этот раз думаю прыгнуть на длину иногда это получается то есть вас и вот если здесь они подсаживаются если они затормозились немножко то их можно принять там двоих сразу можно забрать ну в этот раз они опять пошли на двойку поэтому приходится отбегать я стараюсь не бегать через центр потому что если на их подсаде кто то есть то у меня заберут на их зелень мы выходим вдвоем это на самом деле хорошо нужно обязательно прочекать их подсад но и горку там вот ведь там всегда кто то есть я замечаю и второго но метки опенкапер забирает меня и они остаются три снайпера против наших ну а три снайпера в варфейсе это на самом деле очень много и победить трех снайперов на самом деле ну задача не из легких так скажем ну как видите они очень легко отстреливать нашу команду остается один пытается но увы увы снайпер его забирает очередной раунд мы сливаем ну и следующий раунд мы опять нападение я хватаю бомбу уже не дожидаясь что кто-нибудь из моих тиммейтов ее возьмет и хочу подсадить человека на палец но наш отстают очень сильной это действие но уже не особо актуально на самом деле потому что если не во время подсадиться то можно как раз таки под снайпер подсадиться ну естественно выход с подкатом надо сейчас прочекать ступеньки обязательно это очень опасно тоже на самом деле если там стоял бы сейчас снайпер то скорее всего он меня забрал но мы знаем что на ступеньках кто то есть продолжаем чекать позицию есть подтверждение что на ступеньках штурм смотрим да и кстати вот так вот лучше не смотреть если там стоял снайпер меня бы забрали ребята подтверждают что штурмовик оттянулся на респу и мы ставим бомбу ну и далее я оттягиваюсь на короткую длину потому что если у них остался снайпер он обязательно пойдет вот здесь но мне дают информацию что он вообще не оттуда идет я меняю направление также сижу в лупе жду его другой стороны но наш тиммейт с ним разобрался слава богу забрали раунд следующий раунд действуем по старой схеме раз она сработала принципе нет смысла ничего менять также хватаю бомбу бегу на подсаду в этот раз тиммейты уже рядышком все также подсаживаемся вот тут опять тут подтупил немножко опять тайминги были немножко просраны но это не страшно на самом деле но остальное все так же выкатываемся ставим бомбу ну и далее тоже на самом деле все по стандарту раз у нас есть информация что они заняли наш верх значит бабки не ходи они пойдут здесь хоть один но здесь пойдет поэтому тут надо держать и вот в этом моменте еще один снайпер нашей команде совершает глупость видя что я держу вниз он тоже спускается вниз и за этим самым мы просрали когда сет поднялся наверх ну и как бы не бомбили наши тиммейты слава богу что снайпер как видите накосячил но он же исправил ситуацию поэтому ну молодец а победители не судят как видите он разбирается с одним другим вот забрал третьего ну и таймер бомбы утикает ему надо только не слиться главное не все в общем-то победа у нас кармане дальнейшие его действия как видите уже не имеет никакого смысла просто перестрелка постфактум ну вот начинается еще один раунд и от тиммейтов поступает предложение сыграть этот раунд аккуратно чтобы прекратить эти качели тягать туда-сюда я иду на точку которую я на самом деле не люблю я сюда обычно не хожу снайпера здесь обычно держат длину мы видим что никого нету поступает информация что все уже на точке 2 я чекаю вверх и тут злой опенкапер опять меня подстерег а тем временем на двойке уже завязался бой и уже установлена бомба команды находятся в равных условиях 4 на 4 как бы произошел размен он сейчас еще отъезжают и тут медик меня резает нужно срочно бежать к нашим помогать а бежать очень далеко слава богу мы бежим с медиком поступает информация что рукаве кто-то есть но я со снайпой туда лезть не не хочу вот там перестреливается медик хочу помочь но медик сам справился у них в защите остается всего один игрок и вот он он где-то в дыму тут я на самом деле запаниковал запутался я увидел вот он побежал надо минировать а я не могу в дыму ее найти блин и вот уже на восьмой секунде и наконец нахожу и успеваю разминировать все раунд наш ну и соответственно игру мы тоже выиграем и каждый из участников вложит победу свою копилку продвижения по лигам вот такая вот нехитростная катка у меня получилось на этом наверное будем заканчивать спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго и увидимся в новом видео